Он уже, Медведев, война сказал. Значит, чиновники думают, а кто в этой войне победит? А со стороны России, что-то сил-то немного, которые желаются победить. Ну а кто еще хочет победить? В войне можно только победить. А чтобы победить, надо понимать всю конструкцию битвы. Кроме нода, кто-то ее понимает. Вот Медведев сказал война, а дальше он что-то сказал? Он сказал страна, уставая страна. Вот Молотов, когда сказал война, первый же Молотов заявил Советскому Народу, он же сказал, объявляется военное положение, странная страна и так далее. Правильно? Еще до Сталина. И потом Сталин добавил. Здесь ничего, этого не было. Просто война, ребята. Все, мы сегодняшний день воюем. Все хорошо, я пошел кофе пить. Вот так прозвучало. А война-то, в ней надо побеждать, в ней надо мобилизовываться, в ней другие правила. В продолжение нашей диалога с краснодарскими активистами, координаторами, был задан вопрос, роль нода в момент часа икс, в момент тогда, когда народ, например, массово выйдет на улицу протестом, не понимая, что происходит. Во-первых, тут надо понимать, что в этот момент нод будет умножен через механизмы части телевидения. Какие механизмы? Части телевидения и средств массовой информации. Не всех. Части. Вот той, которая переведена под руководство Министерства обороны. Но ведь совсем не много. Звезда там у них, по-моему. Да, но остальные постараемся закрыть. То есть одна звезда будет исчезать. Ну, если надо, да. Почему нет? Если это военная ситуация, почему нет? То есть в период жестких событий нод является лидером уличного процесса. То есть вот мы сейчас стоим в пикетах, глаз нас зацепил, даже тех, кто к нам не подошел. Если начинается резкое обострение, кто находится в эпицентре этого обострения с точки зрения патриотических сил? Только нодовцев. Других-то нет. Вот вы, представьте, живете в каком-то спальном районе Краснодара. Вас вынесло волной на улицу, куда вам податься? Ну, куда податься? К агенту Навальному, да, у него есть штаб в этом же Краснодаре. Ну, в Краснодаре, благо там с ним... Ну, есть, ну штаб, ну этого нет, другой будет штаб. Ну, на слуху только два штаба. Пятый колонны, инодовский. Других нету. То есть технология устроена таким образом, мышление человека. Вот он его волной выбросил на улицу. Он оглядывается, куда ему идти. Понятно, что он не в этот момент оглядывается. Он сейчас оглядывается, потому что сейчас у него уже идет подкорка, обработка информации. Ну, когда его как бы выбросило на улицу, ему надо действия предпринимать. Он начинает ориентироваться, направо или налево. На самом деле у него всего два полюса. Третьего полюса нет. Там есть какая-нибудь зеленая появится с криками, давайте спасать озеро Байкал. Да какой-то Байкал, тут жизнь рушится, понимаете? Значит, два варианта. И вот этот вариант, к этому варианту наши пикетчики НОДА и организаторы должны быть готовы. И нынешние, и которые отошли, произойдет мгновенная мобилизация. То есть будут мгновенно созданы штабы Смольного по всей территории Российской Федерации. Эти штабы будут созданы по линии американской пятой колонны, Навального. Ну, он для этого и открывает. Конечно. И на этой базе не только те, кто открывает, но и те, которые как бы искренне сориентированы на США. Таких, кстати, немало. Особенно в Москве тоже. То есть его штабы быстро обрастут мясом. Понимаете, когда возникнут эти скоростные процессы, когда полиция ушла с улиц, она в этот момент с улиц уйдет, по крайней мере частично. То есть где-то правительственное здание, наверное, будет охранять, а с спальных районов уйдет, произойдет быстрое обрастание мясом. Обрастание мясом пятой колонны, обрастание мясом штабов национально-освободительного движения. А больше никого и нету. Там выскочит какой-нибудь патриот, не знаю, Севмин, да? Ну и что? У него ни инфраструктуры, ни системы, ни людей, ничего. Он лично. Значит, ему самому придется к кому-то примыкать. Либо туда, либо туда. Ну, когда-то будет образовываться. То есть практически за несколько дней произойдет резкая поляризация уличного процесса. И, естественно, с нашей стороны вертикаль процесса будет замыкаться на Путина. Частично эту вертикаль будет замыкаться на администрации, но только там, где эти администрации пользуются доверием. А это очень немного структур. И частично это будет замыкаться на Навального и тоже с администрацией. Там тот же глава Екатеринбурга, например, понятно, где будет. И вот этот процесс быстро как бы произойдет раскидывание. И дальше вот этот механизм, он как бы заработает дальше в сторону реформ. То есть на базе вот этого активного уличного процесса пойдут путинские реформы. То есть как бы в народ будут кидаться каждые полчаса новые предложения с точки реформы. Причем они будут все время обостряться. То есть все более жесткие и буржевские. А не удивлюсь, если на каком-то этапе дойдет до смертной казни, как вот у Эрдогана. Вообще можете изучить у Эрдогана, как происходила вот эта парализация уличного процесса в период госпереворота. Там так же, там вначале побеждали американцы, вначале побеждали, а потом вдруг раз, и Эрдоган перехватил ситуацию. Ну да, прилетел там, вот арест. Никогда восстание не бывает как бы неподготовленное. То есть участники восстания всегда уверены в своей победе. А значит у них есть для этого основания. И обычно так и происходит. То есть удары американцы вначале как бы поперли. То есть штабы Навального начали резко пухнуть. Эрдоган улетать собрался уже. Да, уже кто-то улетать куда-то собрался. И тут что-то резко произошло. И НОДовская группа, оборонительная группа, она как бы вдруг пошла вверх. Вот если мы об этой части говорим. Ну и кроме того, все это будет наложено на ситуацию защиты. То есть в этой ситуации будет резкое обострение. Ну появится сепаратизм сразу, появятся вот такие группы концентрации по национальному признаку. Сразу об этом предупреждаю. То есть, но они будут слабые и разрозненные. И поэтому им все равно придется к кому-то примыкать. Либо они примкнут к НОДу, либо они примкнут к американской вертикали власти.